Ну вот очередной пример Бомжа Вот этих вот бомжей трогать право никто не имеет Но вот, например, я недавно пришла в магазин AT&T делать себе сим-карту новую И туда пришел бомж и просто лег на диван спать И по магазине воняло И в итоге вызвали полицию Вот тогда уже полиция пришла, и они к нему очень вежливо подошли Сказали, извините, пожалуйста, вы не можете здесь спать Бомж им сказал, идите нафиг, типа, где хочу, там и сплю Но его так вот вежливо все просили, просили В итоге потом под ручки взяли и вывели Он еще там шел потом по улице, орал, типа, что-то у меня выглядел Он просто зашел в магазин, лег на диван и спил Загорает мужчина Ребята, это совершенно стандартная ситуация Когда вы идете по Сан-Франциско и кто-то спит Бомж Потому что тут их очень много Полиция их не отлавливает Потому что это право человека жить, где он хочет А вот этот человек хочет жить на этой лестнице Вот, ну вот он напился Это немножко опасно, потому что Если там, ну знаете, они под наркотиками, под всякими Это не очень хорошо, они странно себя ведут Но обычно они к людям не пристают Обычно они ходят просто что-то, орут или вот так вот спят Вот, ну, в общем, не удивляйтесь Это Сан-Франциско и центры Лос-Анджелеса Вот они вот такие И, не знаю, ничего не делает государство по поводу этого Трамп вообще ругается Может быть, может он что-то будет делать Сан-Франциско и центры Лос-Анджелеса В Чайно-Тауне можно играть в игру «Найти американца» Потому что их тут нету, понимаете? Вот посмотрите Сейчас я вам буду показывать людей А вы должны будете найти американцев Заглядываем в машины Нет американца Заглядываем здесь Так, нет американца О, американец! Я выиграла Общественный транспорт Это просто в Америке провал То есть он не провал только там, где есть метро В Сан-Франциско такового метро нет Есть БАРТ, такая система, которая соединяет здесь Бёркли, до аэропорта идёт Но это всё достаточно медленно, неэффективно Короче, я с 2015 года здесь ни разу не ездила ни на каком общественном транспорте, кроме Калтрейна Передвигаться здесь лучше всего на такси Я пользуюсь Uber, если вы едете, например, если хочется дешевле всего, то можете взять UberPool Это когда едете не только вы, но ещё там пара человек с вами в машине Стоит примерно, ну вот самое дешёвое, что я ехала, это 2 доллара было Это дешевле, чем автобус Иногда, ну вот если по городу, в час пик, там это 5-7 долларов Если вы хотите один проехать, то там до 20 долларов Поэтому лучше сюда брать UberPool, это дёшево, выгодно и быстро Вечером город превращается в какое-то сумасшедшее место Все куда-то бегут, все куда-то едут Я присоединяюсь сегодня к потоку людей Иду с девчонками ужинать Ужинать иду с Лёлей, вы её видели И с Машей, вы, наверное, ещё не видели Я вас познакомлю Мы сейчас будем друг другу показывать собак, которых мы хотим Я засниму реакцию девочек, когда они увидят, какую собаку я хочу Это раз, два, три Называется собака Грифон Называется Аглиц Ну вот Классно будет, на самом деле Да-да, такой романтик Я делаю блог про Сан-Франциско Меня все просили про Сан-Франциско Смотри, как красота В общем, с девчонками я попрощалась Иду вам немножко показывать Бродвей Здесь женщины красивые танцуют Вот такие вот клубы Короче, всё Для мужчин Вот Я немножко Вот, кстати Немножко есть у меня такое, что я сейчас боюсь идти по городу Потому что сейчас будет очень много странных людей Особенно в центре То есть очень много Вот этих вот бомжей, про которых я вам рассказывала И может быть в какой-то момент я возьму Uber Но сейчас я пока хочу пройтись Немножко прогуляться Потому что У меня как-то, ну я засидела сегодня Мой Uber Посмотрите на эту махину Оцените, как там прикольно Мужики меня сейчас прогонят Ну тут такой американский чисто Салун Ого Есть такой ангельский инвестор Angel Investor Паша Черкашин его зовут Он уже года, наверное, четыре тут живёт Он один из первых инвесторов Вот таких вот ангелов В России Он переехал жить в Кремниевую долину У него под управлением фонд денег Они купили вот такую вот Вот такую вот церковь Красотища А какие тут вечеринки, ребята Вот тут вот бар Тут толпа не протолкнутся все Стоят Ну вот называется это место вот так Hacked Просто они хотели вложиться в недвижимость Они ходили с риэлтором И, ну, как мне это рассказывали Что просто пошли И было вот такое предложение на рынке Вот только, типа, выставили Что можно купить церковь И они подумали, почему нет И в итоге теперь вот такое вот место для стартапов Куда приезжают стартапы со всего мира Можно пройти программу типа акселерации И, ну, вот, влиться в тусовку Ну, в общем, не знаю Я вот тут вот так прижился уже за пять месяцев Теперь не представляю себя Жить в другом месте Когда в таком месте живешь В Сан-Франциско Это для Киева там рисуют Сюда просто потом вставляется Бренд одежды И это печатали на пригласительной к показу Ребят, вот Женя, который живет В церкви Сан-Франциско И рисует какую-то нереальную красоту Вот этот трос, это колок Полупривязан И за него, если, да Там он вниз идет В нижний кабинет Там, где вы проходили, такой белый кабинет И там есть рычаг, можно дергать И он звонит Но можно залезть и так удалить Это вот туда, да, залезть можно? Да Я вообще что, залезть туда? Да, вполне Сейчас поползу Ребят, сейчас я буду звонить в лоб Готовьтесь Это очень громко Готовьтесь А вот продолжение о том, какая классная русская тусовка в долине Значит, сзади меня Наводится Офис Граббер Это компания, которая Вы можете зайти на сайт Граббер.io И вы можете, когда едете, например, в Сан-Франциско в Россию Что-то для кого-то заказать с Амазона Когда вот вам пришлют готовую покупку Например, кому-то айфон нужно привезти Кому-то книгу И вы заказываете Летите этому человеку В Москве передаете И зарабатываете, я не знаю, 20-30 долларов Ну, то есть, немножко зарабатываете на своей поездке Вот ребята это сделали Парочка из Москвы Даша зовут девочку С молодым человеком Я не знакома еще Но я думаю, что мы скоро познакомимся с Дашей Мы как раз скоро идем кушать Вот И вот такой вот у них в офис Целый дом Ребята молодцы Уже много денег подняли Субтитры сделал DimaTorzok